Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем чародейку, которая будет использовать гибридную сборку. Во-первых, мы будем использовать переработанный сет убранства огненной птицы. У этого сета очень неплохо бафнули второй бонус, и он сам по себе уже наносит неплохой урон. И как у любого персонажа, у чародея тоже есть универсальный сет, который увеличивает урон в целом. В целом, а не отдельного умения, и это естественно талараши. Так вот здесь мы будем миксовать и птицу, и таларашку. И конкретно в этом варианте я вам покажу билд, где мы будем дамажить энергетическим вихрем, хотя можно и другими скиллами, но о них мы поговорим позже. Сегодня вихри. Данные гибриды сейчас на ПТРе наносят огромный урон, и вполне возможно огненную птицу будут немножко перерабатывать. Ну то есть у второго бонуса урон забирать, а переносить его допустим на третий. Но все же, пока ситуация такова, вот я вам этот билд и демонстрирую. Если вам интересно, давайте мы сейчас с ним и разберемся. Поехали. Итак, из огненной птицы мы будем использовать три предмета. В моем случае это наплечники, ботинки, но также штаны. И благодаря ККР у нас будут запускаться два бонуса из данного сета. Благодаря первому бонусу мы будем получать пассивку на воскрешение, а также когда мы будем использовать умение расщепления, этот скилл будет поджигать противников. А вот уже благодаря этим поджогам и второму бонусу мы будем как повышать наш урон, так и уменьшать входящий в нас урон. Следующий сет это Талраши. Из данного сета мы используем пять предметов. Это перчатки, пояс, броня, головной убор, а также амулет. И опять-таки благодаря ККР у нас будут запускаться все три бонуса от данного сета. Первый бонус особо нас не интересует. Благодаря второму бонусу мы будем получать дополнительную защиту, когда будем атаковать разностихийными атаками, то есть тайной магией, холодом, огнем и молнией. А вот уже благодаря третьему бонусу, когда мы будем атаковать этими разностихийными атаками, мы за каждую стихию будем повышать наш урон. И вот этот третий бонус от сета Талраши будет неплохо бафать второй бонус от сета Огненной Птицы. Далее наша бижутерия. И первое это кольцо собрань стихий, где мы раз за фазу кольца будем поднимать свой урон от Тайны Магии. Второе это кольцо ККР, то есть кольцо Королевской Роскоши, для того чтобы мы могли запустить все нужные нам бонусы от сета Птицы, а также от Талраши. На запястьях у нас находится Бесрассудство Ранслора, для того чтобы стягивать противников, а также повышать урон от умения Энергетический Вихрь. В нашей главной руке находится Меч Вихрей, он будет повышать наш урон от умения Энергетический Вихрь, а также даровать нашему умению Вихрь руну Тайфун. Во второй руке у нас располагается сфера Гравированный Знак. Ну и когда мы будем поддерживать умения Расщепление, мы будем автоматически прокастовывать умения Энергетический Вихрь. Кроме того, этот скилл будет и повышать свой урон. Сразу тут давайте коснемся вопроса нашего спутника. То для Великих Порталов в довесок к основным приметам я использую еще два. Это Наручи Возмездия, для того чтобы когда мы будем активировать пилон, мы призывали элитного противника. А также я использую амулет Дух Времени, для того чтобы пилоны на нас действовали в два раза дольше. Теперь давайте разберемся с кубом. Рубрика Бижутерия и там у нас Ореол Карини. Для того чтобы мы получали меньше урона, когда действует умение Доспех Бури. Рубрика Броня и там у нас Оплечье Поддержание. И когда мы будем поддерживать умения Расщепление, мы будем как больше урона наносить, так и меньше урона получать. Ну а в рубрике Оружие у нас находится Посох Наказания Вальтика. И мы его используем чисто для того, чтобы поднять урон от умения Энергетический Вихрь. Из Самосветов мы используем Проклятие Вельненных, Проклятие Пораженных, а также Дхэгэг. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. А основной наш урон мы наносим с помощью умения Энергетический Вихрь. Поэтому поднять урон от этого умения мы можем в трех приметах. Это в головном боре, далее в ботинках, ну и если повезет в нашей сфере. Вихри будут наносить урон от Тайной Магии. Поэтому поднять этот урон мы можем в двух приметах. Это в Амулете, но также в наших наручах. Так как Вихри будут тянуть противников как можно ближе друг к другу, практически в одну точку. Следовательно, нам очень сильно пригодится такой параметр, как урон по области. Так что если есть возможность, дополнительно рольте его во всех возможных приметах. Допустим, в кольце, в сфере, в оружии, в перчатках, в наплечниках. Не забываемый про парагон. И это все, что касается нашей экипировки. А теперь давайте разберемся с билдом. Для начала пассивки. Нестабильная аномалия, это наша воскрешалка. Далее мы используем две пассивки для повышения нашего урона. Сила стихий, а также неизгибаемая воля. Неизгибаемая воля будет еще и поднимать нашу защиту, как и пассивка расплывчатый силуэт. Теперь давайте разберем наше активное умение. И первое это доспех бури и сила бури. По действиям этого скилла мы будем меньше тратить магические энергии на использование умений. Но также будем запускать наше кольцо в кубе. То есть будем получать меньше урона. Далее у нас идут четыре умения, которые используют разные стихии. Молния, это шоковый разряд и пронзающая сфера. Холод, это кольцо льда и морозная дымка. Огонь, это расщепление и конвергенция. Кроме того, благодаря расщеплению и огненной птице мы будем еще и поджигать противников. Тем самым бафуя свой урон и свою защиту. Ну и для тайной магии мы используем наш основной скилл. Это энергетический вихрь и гибительный вихрь, с помощью которого мы будем наносить наш урон. Так вот, когда мы будем отковать вот этими четырьмя разными скиллами, мы будем бафать наш урон благодаря свету Талараши. Ну и последнее умение это телепортация и безопасный переход. С помощью этого скилла мы будем себя немножко и ускорять, но также получать меньше урона после каждого прыжка. Вот такой наш билд в итоге, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Как только мы появляемся в портале, мы запускаем наш доспех. Затем, как только видим противников, мы туда запускаем наш энергетический вихрь, в эту толпу. Этот вихрь станет противников как можно ближе друг к другу, тем самым на короткий промежуток времени нас обезопасит. Вихрь мы запустили, это значит активировали тайную магию. Далее запускаем кольцо льда, потом запускаем наш генератор. Ну и начинаем в ту точку, где стоят противники, поддерживать умение расщепления. Время от времени не забываем прожимать вышеназванные скиллы, чтобы баф от Талараши висел на нас постоянно. Как только противники будут погибать, на земле будут появляться области силы. Эти области появляются, потому что на нашем спутнике должно быть такое кольцо, как перстень ока. И как только эта область появилась, быстренько с помощью умения телепортации прыгайте туда, тем самым вы свою защиту и поднимете, а вот находясь в области, вы будете наносить больше урона. И поддерживайте, поддерживайте умение расщепления. Желательно в одну точку, чтобы вихри друг на друга накладывались, превращались в один большой вихрь, ну и урон ваш увеличивался и приумножался. Вот, дорогие друзья, такой геймплей. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи. Все за на походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok